Ой, ну все, друзья, понимаете, пришла домой, подхожу, у меня он за разом заходит, я подошла и нажимаю открывашку сюда от машины, понимаете, думаю, что ж такое не открывается, о, вот дошла. Так, ну, в общем, я вот дома уже после Кабуцейла обещала вам показать, что я купила, просят меня всегда показать, ну, знаете, первый блин, он комом называется, и как бы ничего я такого особенного, конечно, не купила, ну, так вот нужные вещи, да, вот этот вот для разъемов вставлять в лаптоп, ноутбук. Так, вот такую вот картинку, вполне даже она смотрится замечательно, как новая, но я ее купила, как вы понимаете, для того, чтобы я буду ее акрилом заливать, красить все, это ж я для своих поделок. Вот это стоит фунт, один фунт, вот это стоит 50 пенсов. Так, вот еще одна, мне понравилась, мало того, что она в рамке, там еще у нее такой красивый какой-то, ну, я не буду, конечно, его вот этот вот морской пейзаж. 50, вот она за один фунт стоит, но мне за 50 ее продали, вот, то есть 50-50. Вот эта вот подушка под голову, конечно, я не смогла мимо пройти тоже, у нее омэмори. И еще чем мне понравилось, что у нее же вот здесь, понимаете, вот чехол, он расстегивается, он снимается и стирается. Ну и вот за 50 пи, как бы тоже, почему бы и нет, называется, постираю чехол, будет супер. Ну и набор пьяницы, видите, вот, вот эти три, ой, то есть 4 рюмочки, вот все вместе, вот эти рюмочки, кстати, для Шерри, вот такие чудесные, специально, они же очень англичане в этом плане, знаете, они, все, у них рюмки специально для каждого отдельного напитка, специальная рюмка. А это вот, наверное, для нашей водки, прям штофик такой, вот, то есть набор алкоголика, это, знаете, я вспомнила, хохотали мы опять, это мы с Мартиным, два мнительных, потому что, помню, он ко мне пришел в гости и принес этот замечательный Шерри, он такой густой, знаете, есть, по-моему, я не ошибаюсь, называется Шерри, вот, и я посмотрела, а у меня нет. У меня для Мартини, для шампанского есть, вот, просто такие стаканчики большие, для всяких напитков, а вот для Шерри нет. И я, что-то, прям, мне так неудобно, думаю, ну что ж я, надо для Шерри купить, вот, значит, потом он говорит, как у вас пьют водку-то русскую, покажи мне. Я тоже сунулась, у меня рюмок даже нет, вот такая вот я, рюмок нет, чтобы водку выпить. Ну, вот я купила рюмки, покажу ему теперь, как пьют водку, хотя он, конечно, не пьет вообще. А у меня уже тоже желания особо нет. Вот, так что хочу сказать, я по поводу рюмок, чтобы Шерри пить, расстроилась, а помню, к нему прихожу, принесла шампанского тоже бутылку, как-то было у меня такое, что-то настроение хорошее, приношу бутылку шампанского, вот, и это самое, говорю, ай, клубники еще купила, ему достаю, говорю, давай выпьем по бокалу шампанского. Ну, он забегался, забегался, стал тут доставать, в рюмке нашел, но рюмки опять не для шампанского, а для красного вина, но я уже не стала, конечно, тут ничего говорить. Вот, а потом бабах, и у него стол большой, только в углу стоит, я говорю, а столик это журнального, вот мы сейчас бы сели, вот на диван тут выпили бы. Он говорит, ой, у меня нет столика, столика нет, но я говорю, да ладно, как у них тут, never mind, не переживай, и что вы думаете, на следующий день он мне звонит и говорит, так, поехали столик покупать, вот этот, ну как, туалетный, журнальный такой, к дивану, поехали покупать столик, я говорю, ну ладно, поехали, ну вот, короче, приехали, выбирали, выбирали, смотрели, смотрели, ну у него там модерновая такая, комната большая, и так ничего и не нашли, ну то есть то, что нашли дорого, он не захотел, а то, что дешево, то как бы вот он не хочет, я говорю, да купи на кабуце или вон столик, нет, я хочу, чтобы у меня все подходило, вот так вот, это вот, так, ну короче, вот, рассказала, спрашиваете про Мартина, я рассказываю, время от времени получается, попадается. Кстати, вот хочу вам показать, ой, машина, хочу вам показать вот этот домик, он классный, конечно, но у меня, я почему показываю, заостряю внимание, так смешно, мы когда здесь гуляли с Мартиным, он сказал, вот такие домики в Англии, называется Грани Хоум, А Грани, это у них ласкательная бабуля, ну вот, Грани Хоум, хотя по мне, так половина домов в Англии можно назвать Грани Хоум, а этот еще вполне прилично. Вот такие еще дома. К сожалению, за высокими заборами, и за высокими, и высокими. За забором, похоже, у кого-то вечеринка барбекю, Но не видно. Вот опять на двух хозяев дом такой. А этот большой дом на одного хозяина. С красивым впереди палисадничком. Ну, палисадничек такой, может быть, не ахти, но красиво все равно. Вот еще один дом. Здесь вообще нет палисадника, здесь только парковка для машин. Вот такой домик-коттедж. Почему-то обрезали очень сильно куст сирени. Наверное, свет закрывал. Но все равно пробилась одна веточка, цветет. Вот вы знаете, мне все-таки нравится, когда дома имеют различную, разную архитектуру. Но вот как-то они однотипные частенько. Хотя, конечно, огромный. Домина этот. Тут забор не могу показать, к сожалению. Сейчас попробую показать со стороны моря. Вот так он смотрится фасадом. Наверху стеклянный такой балкон на втором этаже. за забором, к сожалению, картины полной нет, из-за того, что забор не дает посмотреть. Я вот вышла на берег. Сейчас, знаете, что попробую? Одеть палочку селфи и вам туда протянуть, показать. Да не думаю, что там что-то прям шикарное. Вот я вышла к океану. Понимаете, да, как все близко? Как близко и красиво коттеджи на берегу. Это тоже летние домики. Но это уже не холодный place. Это уже покупают семьи для себя на такой дом шикарный. Чаще всего на лето покупают, но иногда люди живут круглый год. Вообще здесь довольно долго этот берег. Он был пустырем таким. Потом постепенно стали давать разрешение застраивать его. И вот кто-то к себе купил маленькую землю, чтобы построить вот такой вот коттедж. Кто-то дом современный. Вот этот дом просто огромный. Я не знаю, я его с вами попыталась со всех сторон показать, но по-моему там солнце светило в объектив. Он огроменный. И тут же рядом поменьше совсем маленький. Видите, в трех уровнях. Но такой современный, такой открытый, красивый. Такие окна, вид на море. У него сбоку даже там видите такие круглые окна. Он смотрится как корабль. Необычная архитектура. Ну и вот эти holiday home очень маленькие. Видите, вот один уже продан там радостно на нем написано. Судя по тому, что на некоторых уже тоже балконах стоит мебель, многие из этих домов проданы уже. Могу сразу сказать, я узнавала цену. Вот вы можете видеть, какой он маленький. вот он такой двухуровневый домик. Ну вот может быть здесь на солнышке более лучше видно. Вот такой домик. Он одинаково смотрится и с одной и с другой стороны, потому что получается с той стороны у него вид на море, а с этой стороны у них вид на пруд. Стоит один такой домик ни много ни мало от 170 тысяч. фунтов пожалуйста покупайте. Я даже не знаю они отапливаются или нет. По-моему это все-таки holiday home. Там какое-то отопление временное наверное. Тем не менее люди покупают. Вот пожалуйста вам телефон. Можете тоже заказать и купить. Еще они есть в наличии.